И мы возвращаемся, дорогие друзья. Вандерфул здесь. Зак Антихайп тоже здесь. И московское дерби сейчас будет. МТУ против РХТУ. Заруба после первого матча обещает быть очень интересной. В первый матч очень много было драк, очень много было всяких инвейдов. Поэтому, дорогие друзья, второго матча мы тоже ждем. Примерно такого же отыгрыша. Урал по Волжской зарубе подарил нам много веселых моментов. Там хватало, конечно, агрессии с обеих сторон. Но в итоге безовых проблем. На самом деле, Катеринбушицы выиграли. А вот сейчас у нас будет такая московская классика, где два технологических вуза сойдут друг с другом. И вопрос, выиграют ли сегодня Химики, он пока открыт. Были небольшие проблемы у одной из команд. Мы рассказывать об этом не будем. Но вроде бы все обошлось. Поэтому матч будет. И, возможно, он будет интереснее даже первого. Было бы очень обидно, если он не был. Потому что мы с тобой тут сидели на паузе целый час. Как, в принципе, и все наши зрители, которые слушали музыку последний час. Но посмотрим. Надеемся, что, конечно, ботерея сейчас задастся. И будет достаточно весело. Потому что иначе будет несколько тоскливо. Да, то есть уходить домой с 2-0-2-0 как-то не очень хочется. То есть нужно вот последний матч прямо... Особенно, когда ты час переждал. То есть 2-0, потом час ждешь, и еще 2-0 такая же. Это было бы довольно досадно. Нужно разогреться немножко. Мы, конечно, посмотрели корейские сулокушечки и немножко взбодрились. Но нам нужно как раз-таки взбодриться от игры наших ребят. И начинается драфт, дорогие друзья. Сразу врываемся. Смотрим на банфазу. Ну, Зоя будет из реалии, что опять по сигнатурочкам... О, появляется у нас блокировка Шена. Про сигнатурочки, наверное, мы с тобой не знаем. Мы плюс-минус кое-как освоились с прошлой этой серии, к середине второй игры. Но здесь пока Шена и Джеймс баним, особо прогнозируем, что это, наверное, не стоит. Просто посмотрим, что будет, а там уже как пойдет. Это да, это да. Пока Шен заблокирован, Шен сейчас потихоньку начинает набирать популярность на верхнюю линию в качестве танка. И опять такие заготовки с казиксами, которые могут подвести ульту Шена. Джеймса один из самых сильнейших стрелков сейчас потихоньку тоже. И в Корее начинают брать. Не сказать, что он прям одна из самых сильнейших. Просто слишком хорошо работает в некоторые пики. То есть против Кельден, опять же, очень неплохо работает. Против Изреали все эти популярные пики, они против Джеймс не очень много делают. Вилко сейчас очень популярный пик на центральной линии в азиатских регионах. Прям появляется перманентно. В Олибир чуть меньше приоритетный пик. Но, опять же, Медведь появляется и рычал на несколько команд в этом сезоне. Ну и Свейн твой любимый, на котором в известном паблике был даже твой трипл-килл сегодня. Это да, да-да-да. Но вот Свейн просто после реворка любимым моим не особо. Не нравится тебе Свейн? Не, новый. Ну, по крайней мере, Випа на нем дебютировал. Випа, да. В сезоне. И во Фнатик пытался он играть. Нет, 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 нет. Он на Сионе дебютировал. На Сионе дебютировал. Да-да-да. Ну, на Свейне он потом играл, в следующей игре. Так что дебют, в принципе, удался у него, потому что две победки есть. Шая заблокировали, но Кейтлин появляется, потому что Джинкс Шая нет. Для Кейтлин все открыто. И понятно, что забирает сразу ХТУ фронтлайн. Здесь, конечно, по драфтам гораздо все интереснее, чем в предыдущей серии, где все-таки набирались такие домашние заготовки очень часто. Но здесь, наверное, даже не то, что посильнее. Тут именно приближенно к Мете все выглядит. То есть ферст пик Кейтлин, с другой стороны Сион Сиджаны. Но все равно это сильнее, чем заготовочки. То есть здесь уже пики, конечно, приоритетные. Пошли, которые можно брать в Солуку и даже выигрывать на них. Да, и по Метве, и Метве, что самое важное. Еще забирается Олаф, и если сейчас еще какая-нибудь, не знаю, там, Жанна, Браун, что заедет для МТУ, это прям будет вообще год тир просто. Ждут пока, ждут пока выжидают. Думают, какого саппорта заберут. Ну, ватлайн, может быть, доберут, потому что все-таки синяя сторона. Не очень хочется Солуэйна показывать. Хотя, в принципе, все-таки хочется посмотреть, куда Сион пойдет. Будет ли это верхний, не будет ли это мид. Думают пока саппорт или забрать Гнара. Забирают Гнара, который против Сион неплохо стоит, но уже как бы Сион может сейчас отправиться в мид, и тогда при Гнаре можно будет добрать что-то другое. Тоже Камилу до сих пор открыта, которую можно взять, в принципе. То есть пиков против Гнара хватает. Гнара все-таки ослабили. 8-5, это уже не та бестия, которая была там 8-2, 8-3. Это уже Гнар послабее. Ну, знаешь, и во времена, когда только реворкнули Сиона, плохо Гнар стоял. Потом вот в этой мете, когда лавирование до нерфа, он неплохо, в принципе, может было отхиливаться. Но вот теперь лавирование понерфили от крипов, и самого Гнара понерфили. Поэтому сейчас, мне кажется, хороший Сион может очень жестко этого Гнара напрягать. И даже если мы вспомним игру против Гамбит, где там Атом играл на Гнаре, там, конечно, заганкали стажеры, но там тоже он терпел неплохо. Ну, просто Гнара особо ничего не может делать, он постоянно запушивает линию против Ранджейков. Он за счет Комета, за счет Рео Мясникасова стоит очень неплохо. То есть, понятно, что удар, у которого базовый запас здоровья все-таки не такой большой, он немного терпит. Ну, здесь сейчас, скорее всего, саппортов уберу, потому что забрали Браума, можно будет Рейкан убрать, там Кенч может быть какой-то, может быть Жанна. Марган, наверное, тоже. Ну, что-то такое, да. То есть, что может помочь Кейтлин, в принципе, на линии стоять, стоять безопасно, неплохо, потому что Браум открывает очень много возможностей для именно того, как ты будешь агрессивно играть. Тем более, не Маргану немножко засветили перед пиком Кнара, и теперь, мне кажется, стоит ее заблокировать. И вот Браум немного им мешать будет на нижней линии, он, конечно, в связке с агрессивным стрелком может дело наделать, но здесь Шай уже нет. Варус может, в принципе, сработать. Ну, та же Тристан еще есть, Изреаль, в принципе, открыт. То есть, не то, что прям совсем нечем играть. Понятно, что про Кейтлин довольно тяжелый на любом пике, но это не, как бы, не катастрофа. То есть, можно играть, Изреаль, в принципе, неплохо стоит, почему бы его сейчас не взять. Но, с другой стороны, у тебя уже большой френдлайн, наверное, хочется гиперкер, может быть, какой-то Ког появится. Да, Ког бы неплохо, кстати, зашел, тем более против Катюхи. Да, там есть свои нюансы, но с Браумом, может, неплохо сорвать. Свои нюансы уровня Кейтлин против тебя. Чего? Свои нюансы уровня Кейтлин против тебя, который в минус 30 тебя отправляет. Да, нет, ну там можно с Браумом, кстати, разыграть на W. Разыграть можно вообще с любым персонажем. Даже Изреаль может, на самом деле, разыграть, потому что Изреаль, Браум, многие думают, что эта связка просто стоит и фармит, но на самом деле они неплохо и убивать могут. То есть, там, второй, третий уровень залетает Изреаль, и можно будет убивать, и вот появляется как раз Progell Explorer, попробует Alcali Nation на нем зарубиться. Alcali Nation играет на стрелке. Alcali Nation. Тут такой подвох в никнейме. Почему нет Alcali AD тогда? А в Сулуку он играет на Alcali AD? Это бы было... Кто знает, кто знает. Надеюсь, что не в моей, и не в вашей, дорогие друзья. Ну, вот Галлио появляется, Галлио опять открывает лишний дайв на нижнюю линию, но надо бы еще какого-нибудь, может быть, надежный контроль взять вниз, то есть тем, чем можно прям попадать без вопроса. Может быть, там Кенч какой-то с ледяным наростом, может быть, Тарик. И уже можно будет прям играть на полную катушку. Ну, Маргана, понимаешь, это не самое надежное. То есть, понимаешь, на шестом ты можешь в флешинг, на шестом чем-то попасть, но вот до этого, если ты играешь без ледяного нароста, то довольно проблематично. Ну, вот появляется Маргана, может быть, Галлио аугмент у нее будет, и тогда уже можно почти гарантировать себе попадание вообще любой обилкой. Это да. Тем более, тут зависит от того, как хорошо Маргана наиграна. Если хорошо, то против Браума, в принципе, легко там всем попадать. По изреалю очень сложно, но в целом сетап очень жесткий. Прям, типа, с одной стороны, два танка, с Джанги, все он такой. Вторую группу подряд еще раз залетает последним пиком, который против Галлио неплохо стоит. Это не лучший матчат для Райза, который есть, но, в принципе, он не боится. И вот есть тут большие такие керри за стеной танков. У Рыхотову все, в принципе, банально, а с другой стороны, МТУ придется поагрессивнее играть. Именно первым номером, потому что у них есть Олф с Галлио, который будет забегать. Очень сильный батлейн, который будет давить. То есть на нижней линии будет фиеста, скорее всего, в этой игре. Будут ли инвейды на нижней линии, это мы еще поглядим. Маргана есть, поэтому можно и заинвейдить, но, с другой стороны, там Браум есть. И Сион может принять, поэтому опустошающий удар там взять. Кланш, что это не Блицкранг. Это да. И вот еще немножко у РХТУ такой жадненький пик. То есть два керри через капли будут собираться. А вот слева как раз-таки Галлио и Кейтлин будут сразу агрессивные предметы собирать, поэтому... Но, с другой стороны, Израиль получит, скорее всего, Мураману и предмет через Сияние быстрее, чем Кейтлин получит свои три предмета. То есть Израиль будет очень сильный. 15-20 минут, у него прям серьезные пауэрспайки, и Кейтлин там шансов у него особых не будет. Так что, главное, если 10 минут первых отстает нормально, то, скорее всего, они будут хаворитами в этой игре. И, по крайней мере, до 40-50 минут, когда Кейтлин уже, ты к ней особо не подступишься. Да, потому что здесь, с левой стороны, у МТУ нету так особых керри, которые танки должны пробивать. Есть Кейтлин, но на этом все. Потому что Галлио, Галлио будет сложно пробивать трех танков сразу. И Кейтлин против танков, на самом деле, не так хорошо смотрится. Потому что ты когда смотришь зачастую на то, как графа с уроном, там у Кейтлин прям вообще зашкаливает урон. Но, на самом деле, это все... То есть танк встает в трапу своим вармогом, две трапы ловит. То есть две тысячи получил, все, отошел, через пять секунд опять фуллоу. И так Кейтлин набивает урон, он довольно все-таки бесполезный зачастую. Поэтому, как она будет в этой игре играть, поглядим. Потому что сетапы есть, играть можно обоим, но вот МТУ придется по инициативе не играть. Да, во-первых, то, что Олаф должен в ранней стадии разогнать свои команды. Есть также Галлио на центральной линии, с которым можно на бот забегать, давить вообще спокойно на топ, можно даже не смотреть. Хотя там Гнар, можно попробовать и Сиона там убить. Убить, в принципе, и тогда может Гнар неплохо разогнаться. Но, опять же, мы видели, когда Джасты играли с гамбитами, то есть там Гнар был 3-0, но Гнар все время на боковой линии, все, он просто приходит в тимфайт, пара станов и все, как бы. То есть в командных сражениях он всегда будет полезнее, чем Гнар. Но, может быть, здесь можно будет реализовать через сплитпуш билды, которые мы так любим, но поглядим. Пока сплитпуш билдов, кстати, в континентальной лиге там совсем не было. По-моему, был пару раз. Призывный танцор какой-нибудь один. В первых неделях, по-моему, был пару раз, но вот после того, как Гнар понерфили, уже понятно, что все эти билды ушли, и даже два предмета в Афенц теперь собирают не все. Да, там сразу после Черной Секиры зачастую в танк билды идут. Такое. Ну, в общем, Гнар потихоньку появляется у нас очень редко сейчас и только против танков. Итак, дорогие друзья, у нас начинается второй матч сегодняшнего дня. МТУ против ХРХТУ. Московское дерби. Первый матч. Поехали. Потихоньку. А вот, кстати, 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 контр-инвейд устраивает. Здесь прям супер в оборону встали МТУ, прям блокируют все подходики, везде скаутят, все есть, все нормально. Даже Кейтлин стоит в кустах, чтобы вдруг там какой-то инвейд через башню. Тоже бывает. И, в принципе, все нормально. Маркан, правда, играет без глашевого момента. В этой игре будет играть с пушиночкой, но на линии посильнее они опять же будут. То есть давить будут Алекс и Клик еще сильнее, чем предполагалось. Ледниковый нарост еще пока не особо все морганы берут, то есть в той же Сулуку зачастую пушинка больше импакта тебе дает. А вот в проиграх зачастую, я так смотрел, уже частенько появляется у нас ледниковый нарост на морганах. И собирает две тени. Ледниковый нарост, две тени, все, сразу в ОЕ полетели, замедление огромное и неудобно играть. И даже мы видели, что в Канетайн Лиге, а, или в Лиге Претендентов это было во вторник, когда морганы там даже банить начали после этого. Да, очень хорошо этот предмет сочетается с руной, потому что там как раз активные замедления, дополнительное ОЕ замедло. Да и до этого делали, когда еще был Фрусквинск Клейм, когда еще был, то уже тогда Глашлоумен брали. Но сейчас это станет все популярнее. Тогда с красного усиления начинает Олаф. На верхнюю линию, по сути, будет заходить. Или, возможно, пойдет контрджанглить. Пока просто забирает своих остроклёвов. Сиджуани тоже волков делает. Не идет сразу на свое красное усиление, что иногда бывает рисковое против таких чемпионов, как Олаф Казихс, которые могут после бафа сразу к тебе на баф прийти. И ты просто не успеешь законтролить. Но здесь стоят тотемы от одной и другой команды. Поэтому они контролят все. И все знают. Если его там Олаф придет, об этом РХТУ команда будет знать. И здесь пока на нижней линии просто идут небольшие харассы друг друга. Кейтлин пока не особо хочет пушить. То есть она хочет именно похарасить чуток. У нее есть ООО, и как много мистических выстрелов получает в лицо здесь Моргана. Прокнула красная подка для изрелия. Первый байдинг был такой. Пристрелочный. Не особо в цель он метил. Кейтлин и Моргане поначалу прям сложно. Прям сильно пушить надо все-таки. Третий, четвертый уровень уже, когда Кейтлин может и потрейдиться, уже и капканы появляются. А вот здесь Олаф, кстати, поагрессивнее играет, сразу закрывает возможность. Гнар, кстати, схватка нежити будет играть. Сейчас могут встретиться, кстати, с Сиджуани. Костяную пластину выбивает Олаф, кидает еще один топор и просто отступает. Нужно дальше фармить. Но он захотел инициативу на реке, поэтому сейчас может Краба забрать. А нет, он пошел на строклю. Или не пойдет, или пойдет, или не пойдет. В итоге не пошел. Ну Краба заберет, скорее всего, в свой лес. Свернется, просто подфармите и как бы никаких вопросов. В им главном шестой уровне взять. То есть Олф берет шестой уровень, появляется шестой у Галлио. Сразу на нижнюю линию начинаем давить. Потому что контроля много. Есть даже телепорт при кунжелании от Гнара. То есть там возможности для атаки на нижнюю линию довольно много у них. Поэтому, наверное, не надо разбрасываться минутами ценными и побольше фармить. Просто была кара, можно было за строклювов подраться, просто засмойтить и выйти, и лишить компа основного. Но вот он не стал агрессивничать лишний раз, поэтому просто отошел. Забрал Краба на реке, сейчас заберет верхний лес, четвертый уровень получит. И потом уже можно там тоже базу вернуться, купить себе сапог. Хищник активировать. Вот хватка нежности на Гнара, это, конечно, хорошо. Но дополнительный сустейн бы против всего, наверное, все-таки пригодился. Но в итоге здесь такой выбор. Гнары иногда играют именно с этой руной. Чуть популярнее он стал после небольшого революка, который был. Потому что раньше ее все-таки только на мили чемпионат брали. Ну и на гангпланк в некоторых матчапах. Но после этого даже те же Гнары начали ее побольше использовать. Олф, кстати, пошел в чужой лес. Но вряд ли тут на Сион можно нападать, потому что четвертый уровень Сион. Он, в принципе, наверное, не боится Гнары, Олф, потому что просто он отойдет на крайняк. Всегда есть скачок, то есть это небольшая проблема. То, что Олф лишних големов поднимает, это только приближает. Шестой уровень, который появится уже где-то в районе 6.30-6.40. Да, самое главное, чтобы здесь Сион сильно не просел. Поэтому если он проселит там больше, чем на половину здоровья, его можно уже и задавить будет. Может, здесь и урона много имеет, и Гнар, Олф. И также скачки у них есть, поэтому можно и размансить. Но в итоге он здесь нормально держится. Телепорт у него, если что, есть, если его просадят. И Олф на базу вернулся, купил себе саблю преследователя и сапог. Да, конечно, сапог купил, чтобы как раз хищник активировать. Чтобы появилась возможность разыгрывать с предейтером. Но пока что игра не очень куда-то торопится. Это не игра, которую мы смотрели с тобой до этого. Вот здесь все будет помедленнее, но вот уже Кетлин с Марганой побыстрее пушит лейн. Подходит к башне и можно по башне потыкать. Неплохо, неплохой байдинг. Лужу кинул, прохарасил. Здесь еще быстро в голову. Марган, Кетлин, сильная линия, залетает байдинг. Сразу капкан. После этого уже разменивается не очень хорошо. Большую линию заходит Сиджуани. Там нету прыжка. Мегаформа скоро и Мара нет. Можно и разыграть. Хороший рев мясника здесь прошел. Подкидывает здесь Гнара. Еще нужна одна автотачка для того, чтобы прокнуть станд. Мегаформа не будет. Скачок вперед. Станд прошел. И успевает здесь Гнара добить. Нужно было, наверное, чуть пораньше скачок свой прожимать. Но очень... А тревого мясника, может быть, надо было от флешинца. Потому что когда только замедление залетело, уже все. Очень сложно выходить. Потому что Сиджуани, наверное, если бы Махнен цепом лишний раз, то даже скачок бы не пришлось использовать. Но в итоге забирают. Это уферсблат. И полезно такой уферсблат иметь. Потому что Сион, который начинал с Дорни Винга, кстати, в этой игре, он поначалу все-таки немного терпит от Гнара. Но вот уже с появлением того же Глэшо Шрауда, ему уже полегче становится. Да, ледяная пелена очень неплохо зайдет на нем. И армор, и КДР, и мана. Дополнительно почаще можно рев мясника спамить. А в итоге нет. В итоге нет. Он покупает пепел бамя. Пепел бамя. И, возможно, это будет даже санфайр. Это обычно такой слог кубилд. Иногда Сионы собирают. Но вот просто зачастую тебе нужен КДР. Ты все-таки против Гнара стоишь. Если против милишника Сион стоял, то, наверное, выгодно было бы. В этой игре как раз ледяное сердце неплохо смотрится. Потому что против Кейтлин базовый атак спид у него не такой высокий. О, против Ов, хорошо, против Ов, тоже Гнара неплохо. Ну, вот решает санфайр играть. Ладно. О, Сион заезжает на нижнюю линию. Сразу неудержимое наступление. Но здесь хороший Блэкшилд. И здесь еще в тапу наступил Сион. Продолжение. Залетает сюда Гаалё. Появление героя. Прекрасный щит Дюрана по троим. Убивает. Там, кстати, Браума. Могут добить еще и Сиджуани. Хороший скачок. Телепорт как поздно. Телепорт как поздно. Добивает. И Гнар. Ой, точнее Гнар Райс немножко поздновато. Телепорт прям супер поздно от Райса. Было бы чуть пораньше. Наверное, было бы по-другому. Но в итоге попробовали. Хэту прям сразу за сноуболить свое преимущество. То есть Сион получил первую кровь. Сразу понеслись вниз. Классический такой слоколдганг от Сиона. Когда он по линии забегает. Но Блэкшилд спас в итоге Моргану. Галлио спас Кейтлин. И МТУ неплохо разобрались. Два убийства забрали. И даже телепорт Галлио не пришлось тратить. А вот Райс немного запоздал. Не смог задрифтить здесь Брагус 24-й. Не, задрифтил неплохо. Врезался в итоге Моргану. Урон было много. Но прям в капкан заехал. Желательно в Кейтлин. Желательно в Кейтлин заехать. Но там, конечно, Алекс хорошо размансил. Но скоро бы он не заезжал. Блэкшилд сразу заезжает. Что-то прям затерпел на своем месте. Но он, видать, на базу возвращался для того, чтобы закуп сделать. Без закупа не особо хотел лететь. Ну и такие ганки, наверное, все-таки нужно немножко подготавливать. Потому что есть Галлио. Появление героя. Он может подключиться намного быстрее, чем Райс. Поэтому в следующий раз немного нужно подумать подольше. И по миньонам уже сильно проигрывается. И он достаточно почти... Не то, что в два раза. Но больше 20 проигрывает. Это, наверное, не то, что ты хочешь на сегодня в ранней игре. Где все-таки ты зачастую Нагнаром можешь оказывать серьезную. На серьезное очень давление. Краб говорит Олафу замяли. Не хочу с тобой драться. Пытается убежать. Но Олаф не дает ему шансов пока. Олаф ему красную карточку показал в этом скине. Это да. Это же садья Олаф, да? Да. Красную карточку ему выдал. И в итоге сейчас уже шестой уровень Олаф. Сейчас заберет грампа. Отдаст синее усиление. А может быть и не отдаст. Как на стриме Занза. Вот Занза на самом деле... Вот смотришь стрим. Второй бафник не отдает. Второй синий не отдает. Говорит, ну зачем ты подходишь? Но тебе не нужен. Ну камон. Но есть капли. Капля есть у Галю? Нету. Ну вот катализатора хватит. Хотя сейчас монокост Галю подняли. Галю, кстати, есть. Есть в Азии Галю, которые с каплей даже играют. Такой-то щитки. Очень прямо они танковые становятся. Но не в этой игре. Здесь все-таки будет просто жазловиков. Потом может быть какой-то протобел. А может быть маска? Пустоты? А магического урона в команде нет. То есть вообще нет магического урона. То есть не только хайпер у Гнары. Но в принципе это очень так... Потрясающе спасибо. Нет. Ну а защита от магического урона. То есть имрезика против Райза Сиджуани. Против Брауна чуть-чуть. Против Изреалем Олесничка. И здесь Райза лучше проказ дает. Нет. Пусть жазловиков собирает. Жазловиков собирает. И нормально живет. Здесь появились тенининги в этапе уже. И попроще будет с Сионом сейчас. Но в принципе больше тридцатки проигрывает. Это много. Это реально много. Но поправим. Потому что все-таки это Сион. Танк есть. Все нормально. Как с Мокайм в прошлой игре. Попкорн здесь конечно неплохую показывает. Здесь спокойно забирают вард. За счет того, что не могут подойти Брауна. Изреаль там все-таки Капкан стоит. Изреаль вообще кстати впереди по миньонам. Ровненько стоят. Башня не страдает. Несмотря на то, что ганг был успешен на нижнюю линию. Но в какой-то момент РХТУ начнут поддаливать здесь. Потому что вот сейчас у Галлио появился ультимейт. Ол в принципе может со своим Рагнарьком даже попробовать задавить. Понятно, что теряешь огромное количество резистов. Но Галлио как раз вот это все нивелирует. Это да. И заходит на нижнюю линию Оллов. Здесь тотема контроля хорошая. Не понимая, что у РХТУ здесь нету вардов. Можно забрать Дракона Морского. Можно попробовать забрать Морского Дракона. Но тропует здесь. Пытается наверное подождать пока Краб как раз пропадет. Сиджуань на топ заходит. А здесь можно Гнара убить. Ледниковый плен конечно немножко рановат. Сачок есть. Неудержимое наступление тоже не особо долетело до Гнара. В итоге здесь Гнар хорошо все размансил. Две ульты задоджил. И выживает здесь. И телепорт даже не обязательно. Не было от Галлио на самом деле. То есть уже Гнар выходил 100%. Не могли бы за ним чизить Брагус и Спиритус. Ну и любимый Морской Дракон отправляется в копеечку МТУ тоже. Морской Дракон достается команде МТУ. И сейчас они стали сильнее на 4% вне боя. Отлично я считаю. Можно сиджить лучше. Можно сиджить лучше. Не Морской Дракон на самом деле шутки шутками. Но в начале игры, когда игра довольно медленная. И особо ничего не происходит. Морской Дракон на самом деле неплохой. Это понятно уже когда 50 минута. У тебя там 4%. Погода не делала. А по началу очень даже приятно. Это да. Во вражеском лесу пока Олаф бегает. Ламда Кор здесь волков подстелил. Увидел. Ну что еще грампа постили. Ты уже можно кстати попытаться давить. Потому что есть в принципе у Галлио ультимейт. Сейчас Олаф забирает джабу. И уже подходит пачечка. И можно попробовать. Не Галлио уже. Ну маленькая. Галлио не смещается. Он до этого пора раздернулся вниз. Я думал, что будут давить. Но здесь такого не будет. Допушить, допушить надо обязательно. А тут уже и маны нету. Поэтому сейчас... А вот и синее усиление не досталось кстати для Галлио. Поэтому сейчас он... Ой, здесь просвечивает здесь Сиджуани Олафа. Он пытался сагрессировать. Но здесь арктическое отступление было. И все. И Сиджуани отошла. Отошла по арктически? Отошла по арктически. Окей. То есть не просто отступила. Она прям... Заморозила. Да. И здесь... Уже 40 миньонов проигрывает Сион на топе. И там Гнар уже по башне будет серьезно играть. Скоро. И не очень такие хорошие ноты. Здесь попробуют, наверное, может быть какой-то плей сделать с ревом ворпом. Но нет. Решил Райст отойти обратно на центральную линию. Не будет использовать ультимейт. Которого кулдауна теперь все же 3 минуты довольно много. Если ты ошибаешься, то после этого особо ничего не поделаешь. 3 минутки. Это да. Тем более здесь еще информация о том, что Райст отсутствует на центральной линии после бэка поступила. И в итоге Алекс просто с Морганой отошли в куст. И это было очень грамотно-грамотно сыграно. Поэтому сейчас тотем контроль забирает. Олаф хорошо работает по вижну. То есть постоянно либо во вражеском лесу, либо на реке контролят там в начале игры. Это топ лейн. Сейчас нижнюю линию и могут сыграть по брауму. Из реалий-из реалий получает байдер. Трапа кладется. Там нажимается секундомер. Но после секундомера будет выстрел в голову. И добивает здесь Алекс из реалия. И забирают еще и браума. И в итоге начинают сейчас по вышке работать Т1 на нижней линии. Скоро подойдет новая касса. И башня это должна быть. Потому что Олаф отгоняет Райза. Сиджани, конечно, подходит. Но там один контроль. Сиджани вполне может погибнуть. Олаф попал топором. Еще раз попал топором по Райзу. И очень много времени выиграли свои команды. А здесь там можно и давить. Но что угали? А, нет. Нет, просто надо прогнать башню забрать. И все. У МТУ все прям очень хорошо. Сейчас РХТУ немного посыпались. Отдали большое преимущество. 4 тысячи уже сейчас. Ганар на верхней линии просто доминирует. У него 40 миллионов. Уже почти 50, на самом деле, преимущества. Башня тоже скоро начнет падать. Как только поедет черный секирс. И он вообще здесь делать особо нечего уже будет. И тогда начнутся серьезные такие проблемы у химико-технологического университета. Посмотрим, как они будут пытаться выбросить из этой ситуации. Обычно в больших лигах не всегда отдают первую кровь вышки стрелку. А здесь именно Алексу отдали. И он получил 650 чистого золота. И, возможно, стоило секундомер Акали Нейшну нажать, когда он именно в трапу бы наступил. И только потом секундомер нажать. А в итоге, наверное, поторопился немного. А может быть стоило, например, байдинг? Возможно, стоило не дать байдинг. Но в итоге он его поймал. И там уже, знаешь, нужно было как-то выкручиваться. Сейчас уже перемещают. Нижнюю линию свапают линии. Сейчас МТУ будут пытаться забирать башню на верхнюю линию. После этого на центральную. То есть классическая игра скидлинг, когда ты впереди, ты начинаешь сноуболить одну вышку за другой. И это не очень хорошие новости для РХТУ, у которых и так все он страдает. Еще и свапать сейчас надо. То есть, в принципе, все не очень хорошо. Потому что Гнард, в принципе, и один в два может на нижней линии стоять. Ну, кстати, один в два, наверное, сложновать ему в будущем. Ну, за тот же укус зимы, все, как бы, ничего не происходит. После этого, потому что из Реаля урона сейчас не так много. Из Реаля тут вообще один, поэтому... Тут еще вопрос, кто сильнее, на самом деле. Один на один-то, понятно, тут Гнар намного сильнее. Еще из Реаля поостороже надо быть, потому что, несмотря на то, что есть у него Аркиншифт, все равно, там, Гнард на своем ускорении, уже ботинки-то у него есть, и он побыстрее бежит, поэтому может поджать из Реаля только так. Все, он, конечно, за счет рева мясника очень легко отпушивает пачкой крипов. Но фармить не так легко, потому что минус 50, это много на 15-й минуте. Но с учетом того, что он против Гнара-то не особо хорошо фармил, поэтому то, что он сейчас будет еще фармить, я думаю, его это план не устраивает. Самое главное — держать вышку! За вышку просто на самом деле стоять. Потому что капканы сейчас пойдут, и как только сейчас какой-нибудь капкан был бы, то уже если бы он сильно просел, потому что с таким билдом ему тяжело. То есть это не билд, где у него там Фрозенхард какой-то или что-то такое, здесь Санфайр, он все же не так много защиты дает. Знаешь, вот Фрозенхард бы... А тут сейчас сталкивается Олаф Сиджоаня, работает по спиртусу и пытается его простить, но в итоге на шишки просто выходит, за клик тоже отступает. Небольшая такая стычка была, но в итоге принимать драку МТУ не захотели. И вообще инициировать драку тоже не особо. Не, ну ты особо торопиться вообще никуда не надо, просто подождать, подфармить, вышку добить. Гнар на нижней линии чувствует себя просто прекрасно. Галю постоянно пушит Райза, Райза когда смещается, Галю все равно сделает это быстрее. То есть МТУ сейчас все идеально, Гнар вообще решил в агрессию играть. И тут, кстати, надо бежать при вызреале, потому что Гнар может со скачка там в стену тебя вколотить, и после этого ты, скорее всего, отправишься смотреть на серый экран. Походу не в перчатку он пойдет. Он купил себе савлю, возможно, это будет. Может быть, этот клинок разрушил короля первым предметом. Может быть. Вторым. Галю здесь подходит, не хочет, чтобы его у Олафа здесь били. Там у Райза 0. Башню упала сейчас могут сместиться, на самом деле, потому что подходит клик. Подходит запрыгивать вперед здесь Галю. Нажимает чуть-чуть Дюрана. Двоих затаунтил. Прекрасный байдинг. Пошел по Сиджуане. Застанил Сион здесь Аликса. Он пока не может наносить урона при появлении героя здесь. Аликса не могут пробить. И в итоге здесь рассыпается команда РХТУ. И здесь Сион пытался через стену скачок свой поражать. Не получилось. Здесь Гнар работает по Сиджуане. И могут его разыграть. Получают мегаформу. И все. И здесь Райза тоже погибает. Драка, наверное, не на той минуте, на которой... Должны были здесь драться. Тем более не было здесь Изреаля. Поэтому стоило чуть-чуть попасили. Да и в принципе Изреаля не сильный помощник такой ситуации. Потому что Монамьюн, у него и Фейдж есть. Это не так много. И МТУ прям захватывает сейчас уже полную инициативу над картой. Они и так контролировали всю верхнюю часть карты. Сейчас еще две башни заберут. 4 в 0 размен. И что делать пока не ясно. Потому что Сион уже потерялся. Он не такой танковый, как, наверное, хотелось бы. И сейчас еще потратит свои деньги. То есть у Галю появятся два предмета. У Кельтин, скорее всего, Грань Бесконечности есть. И как только у того же... А у него есть накидка солнечного пламени. Это армор. Это пламя пока не очень ослепляет команду Московского технологического университета. Я даже бы сказал, что оно жжет свою команду пока сильно. Может быть, жжет свою команду очень сильно. Но, наверное, это все-таки не главное, почему они проигрывают пока. Потому что все-таки пока их так переигрывают, мягко говоря. Здесь попробовали они, на самом деле, разыграть. Но тут у Райзамана немного. То есть Райзаман ворп какой-то вообще очень сумбурный. То есть вся команда выйти не может. И как бы уже Галю залетать в троих. Все, после этого конец. Потому что драться особо вариантов нет. Телепортов из реаликов, мы знаем, нет. И Гнар просто с черной секирой может спокойно. Раз задача есть, у которой, опять же, как мы говорили, монопол пока не такой большой, как ему хочется. Они там стопали Герольда. Не было маны у Райзай. Поэтому драка сила была. Нет, там Райзаман ворп какой-то прям вообще был. То есть подальше бы может быть что-то. То есть пока там как раз ультимейт Галю пошел, он бы всех оттуда увез. Но, опять же, потеряли бы, скорее всего, несколько человек. То же самое бы и было. Но Эрхотоу забирает дракона морского. И не дает второй стак команде МТО. Но сейчас здесь залежает Сион. Здесь Блэкшилл. Поэтому все окей, Морган спокойно выходит. Чищик пошел. Олаф здесь пытается заинтересировать драку. Попадает байдинг по Олафу. Нажимает Рагнарёк. Кстати, получает на себя ледниковый плен. Но вот все равно Алекс погибает от количества контроля. Кушака у него нет. Можно и Морган дать? Еще раз щита не было. И здесь Эрхотоу потихонечку начинает переворачивать игру. Играют здесь по Олафу. Забирают его. В байдинге стоит из Реали. Очень много Эрхотоу получил, но не погиб. А в это время Галлиус начинает по вышке Т3 работать. Гнар на нижней линии. То есть 1-3-1 они устроили. Но вот на центральной линии, конечно, Олаф погибать с Кейтлин не должны. 1-3-1 не очень хорошо играет. Когда твои три начинают фидить на центральной линии. Это все-таки рушит весь сетап. То есть вот джастов мы видели, например, в играх с гамбитами, где в двух играх они смотрелись очень неплохо, но несколько косяков на центральной линии, где они прямо элеватором против Джины начали умирать. И все. Здесь примерно такая ситуация. Я, кстати, никогда не видел вот этот именно цвет хрома на Гнаре. То есть я видел, наверное, все. Да скин такой не особо популярный. Это очень симпатичный. Сейчас все-таки джентльмены очень популярны. Особенно когда Хуни. Хуни берет только джентльмен Гнара. Хуни считает, что цилиндр — это прям тема. Это на самом деле правда. И вот подставились как-то очень сильно. То есть качок был у Аликса. То есть прям супер агрессивно пытались играть, при том, что вы играете 1-3-1. Зачем это излишняя агрессия? Не очень понятно. Ну, попробовали. Его хитбокс Сиона от опустошающего удара зацепил. То есть он был вне как раз-таки коста, но там есть прикол. То есть мы флеймим хитбокс сейчас. Флеймим хитбокс Сиона, потому что он зацепил Аликса, а потом там уже укусили и на стакали очень. Флеймейка. Это да. Но в итоге все равно. Они, конечно, немного золото отыграли, но Т2 на нижней линии там пробит очень сильно. Потеря или потеря? А даже упала. Упала здесь, забрал Гнар. Она просто не сразу с карты попадает, она сереет, а потом исчезает. Но здесь Гнар Т2 уже догрыз. На верхней линии постоянно пушится. То есть можно то же самое 1-3-1 на самом деле делать, просто не надо так подставляться лишний раз, потому что первую инициацию вы пережили с черным щитом. Все, Сионский ультимейт уехал. Ну, больше как бы отошли, под башней позащались, все. Нет, надо куда-то высунуться, на центральную линию сыграть агрессивно. Нет, все-таки немного лишнее, потому что несколько продлевает игру и нервы болельщикам МТУ может потрепать. Брагус 24-й думал здесь затрапать Алекса, но Алекса тут особо не уверэкстендит. А вот сейчас можно по Сиону-то и сыграть, заходит за клик на Баргане, нужно попасть с байдингом, нужен байдинг, нужен байдинг! Где Рут? А, просто прожимает ультимейт, для того, чтобы кушка не промахнулся, он прожимает скачок Сион, и в итоге приходится нажимать неудержимое наступление, чтобы выйти. Уехал поезд и врезался в свой ингибитор. Главное, что ингибитор свой не падает от таких нападок. Устройства на Союзе пока в Изреале нет, и 3х2 надо бы, наверное, игру немного успокоить, потому что инициативно все-таки мы ждали, что МТУ будут играть не за один из такой композиции, но с кейлицами неплохо, если чуть-чуть подождать, будет все довольно хорошо. На големах сейчас находится Спидитус на Сиджуане, я взяклик его видел, поэтому сейчас можно и зайти, а здесь цепляют Райза, Севанжин может и погибнуть, но вот и нет, пока нельзя. Ой, байдинг, какой близкий был сейчас, пал по Изреале, он по 100% погиб. Акали Нейшн хоть и имеет в нике Акали, но стелса там нет, который не просвечивается ничем, и выжить бы он не смог, его там забрали бы очень легко, и пока МТУ, конечно, рыщут, рыщут во вражеском лесу, прям оккупировали они тут. И учитывая, как постоянно пушат Бракуса все-таки попкорн, можно, в принципе, и о даве задуматься на центральной линии, потому что Галя у вас есть, верхняя линия пушится, а, наоборот, на шор заходит, потому что полный контроль есть, вижент, контроль в арт там есть, шишку сбили, и можно, наверное, начинать, потому что Кейлин подходит, но... Примерно на 30 секунды они стартанули, потому что 10 секунд бьет, 12, и пока 6 тысяч здоровья, Олаф, ну да, сейчас Олаф, конечно, на очень маленьком количестве здоровья там атак спид дополнительно не получит, лайфстил, 7G что-то заподозрил, спиритус тоже, но нет, все-таки они не пришли, да. Притом, что же летают все, МТУ здесь выхиливаются, и спокойно забирают барону на шор на 23 минуты. Ну, полминуты, полминуты, Вандер, почти полминуты делали. Ну, нормально. Нормально, да. И, ну, прекрасный был вижен создан от МТУ, и сетап тоже неплохой для того, чтобы этого барона забирать без какого-то такого экстренного потери здоровья у всех. И теперь надо как-то придумать, как защищаться на самом деле. Ой, Байдинг попадает по Брауму, можно его здесь прохаратить, но, конечно, щит очень прекрасный спелл. Как много демча. Да, по 7G получил по лицу очень много, пытался там Пагнару разыграть, и здесь укус зимы неплохой, а вот тут, кстати, Мома Пагнара. Сейчас Малмортиус на лайфстиль, правда, лайфлайн сейчас закончится, и придется отходить. Нужно поддерживать стак вот. А в ту дачку дал, все, стаки обновились, поэтому все окей. Теперь нужно до Краба добежать, побить Краба от Краба в долине. И до линии как раз хватит добежать, потому что там большая пачка не устроена. Вот, вот, работает, прям видно, что... Вот, понимает, как работает пассив Камома. Молодые. Нет, не добежал до линии, ну, Камома. Не знает, не знает, все. Это дизлайк. Не первый ранг на Ченджере, русского сервера. Малмортиус юзает не так, как Заку хочет. Покупает себе капюшон и адаптивный шлем против Райза, чтобы Райз там вообще не наносил так много урона. Кейтлин, кстати, не играет через два зелопредмета. Очень рано и будет в начале-последний вздох собирать, чтобы пассивону побольше урона носить. Ну, это, кстати, правильно. Я, наверное, поддержу, потому что здесь все-таки два танка, которые уже очень много армора статут. Ну, она просто еще КСС собирает это довольно долго. Но, в принципе, учитывая то, что какое у них сейчас преимущество есть, там и Галлион неплохо себя чувствует, да и Гнар сейчас едва ли не посильнее, чем сама Кейтлин будет. Поэтому, в принципе, почему бы не выбрать более такой сейв какой-то билд, лишний раз урон нанести, зачем пытаться быть прям как все. Это правильно, это правильно. Да, и здесь там морской дракон восстал просто в логере дракона. И прям не смещается или не смещается команда. Ну, сейчас могут забрать, в принципе, потому что бесплатные лишние 4%. Не бесплатно. Командар ГТО не хочет отдавать. Ну, телепорт, телепорт есть у Гнара, и здесь можно подставить, потому что там Вард стоит за спиной у них, и пошел телепорт. Все вместе, все вместе, в одном месте находится команда РХТУ, играют здесь по Олафу, Олаф подвозит появление героя, но он никого не подкидывает. Но какой Гнар? По четверым! И вот только Изреаль находился один, но по нему идет ультимейт от Кейтлин, Моргана со скачка вместе с Олафом, добивает этого Изреаля, и здесь еще пассив Кусенуны тоже разоплощает, и можно спокойно идти и забирать. Это 5 в ноль, пошел пушить нижнюю сторону, скорее всего, это будет 2-2 ингибитора тогда, и прям попкорн, несмотря на то, что вначале его поддавили, потерял он там убийство, но плюс 87 на верхней линии, отличный Гнар в четверых, несмотря на то, что ультимейт от Галлио был все-таки не такой классный, как, наверное, нам хотелось бы, но вот Гнар так спас ситуацию, просто инстантом минус 5, и теперь ухо-то упрямо надежно совсем призрачный на то, чтобы в эту игру вернуться. И по предметам они очень сильно отстают, и 2 ингибитора теряют, и там еще усиление обороны, скорее всего, будет действовать, когда они вернутся на топ, Не, обороны уже все, почти заканчивается, то есть... Ледникова разлом, здесь подкинул только Гнара, стал в трапу здесь Севенжин, и в итоге, скорее всего, нужно сейчас отпускать, иначе можно и встрять хороший байдинг. Но это ничего не значит. Загулял там немножко Олаф, его забирают, и в итоге сейчас нужно отступать. Одно убийство Ирхотову здесь забрали, но какой ценой? Отдали ультимейты, скачки. Будет сложно дефиться потом на последней стороне. На последней стороне, на которую уже сейчас будут ходить. Ну, здесь был телепорт прям очевидный, потому что Варт за спиной, не зачисли. Это ультимейт Галлио мимо, но вот этот Гнар в четверых, это все. Это просто похороненный такой, на самом деле, момент, потому что после такого вернуться в игру уже будет довольно сложно. Это да. Тем более, здесь еще из Реали, потом до Чизели не смог, он не убежал, убежать от Олафа с Морганой. Даже не забрали то, что байдингов в него не попали, там все равно просто замедление идти до Олафа, и как бы с тобой просто бегут, потому что Олаф все же чемпион побыстрее, чем из Реали. Ребята дрались за второго морского, за второй стак морского. Ладно, не считайте. 13 тысяч преимущества, можно и морского дракона. Забрать все нормально. Можно и забрать, но за него потраться обязательно нужно. отдавать просто так, никто не хочет, и теперь нужно дефить в последнюю сторону, в верхнюю, когда у тебя нету двух. Что делать, Вандер? Что делать? Коуч. Что делать? Коучинг нужен. Не знаю, фарфейт. Сурендер. То есть ты предлагаешь сдаться. Не, ну понятно, что надо... Крепы на базе можно фармить. Все нормально. Сдаваться не стоит, потому что понятно, что Райс из Реаль, там пару каких-то, может быть, пол где-то залетел, где-то попробовали в кельн попасть. То есть какой-то пик, может быть, сделать. Но здесь уже довольно сложно это все делать, потому что есть к ушах стримительного серебра у Кейтлина. Сложно зацепить Блэкшилд на вторую цель. Ее тоже ты не подцепишь. У Моргана песочные часы за Гнаром бегать. Сомнительная затея. Олаф с Рогнариком. То есть здесь довольно просто. Ну вот здесь пытаются. Цепанули здесь Гнара. Апустошающий удар. Подкинул его. Заберут до Гнара. А можно и вторую писта забрать? Получается, мегаформа не прокнула у Гнара. Хороший щит Дюрана здесь по пятерыма. Пытается здесь Галлю зауешить. Но на этом, по сути, все. Его здесь в пятером очень быстро разбирают. Минус 2 сделает РХТУ. Ну вот как-то так, на самом деле. Хорошее удерживание наступления. Но здесь Блэкшилд выбивает у Тимаэтизморгана. Уже будет на верхней... Да, Кейтлин сейчас может пострелять. Есть поклон лорда Доминика. То есть сейчас вышку максимально берет. Потому что несмотря на то, что 5 в 3, все равно очень много Далер РХТУ. Замерли Кейтлин. Кстати, вышку она не успеет. Здесь забрать. Изреаль прыгает вперед. Получает хэдшот на пятихватку. Но это не так страшно. По Аликсу там хорошая прошивка пошла. Но здоровья слишком много, чтобы добить. Не, очень неплохой такой. Неплохой проактивный Диффинс сейчас от РХТУ. Потому что решили не ждать, пока именно МТУ соберутся. И в пятером попробуют на топе вышку догрызть. Вместо этого прям серьезный такой энгейдж пошел вниз. Сразу зацепили сплитпушера. Выбили ультимейт из Галлю. Еще зацепили потом сверху. Прогнали всех остальных. То есть все пока учитывая ситуацию. Неплохо все РХТУ. Потому что было 13 преимущества. Сейчас осталось 11. Кто знает, может быть еще так пару раз и можно будет даже в игру вернуться. Но там барон на шорт через 50 секунд. То есть даже если сейчас вдруг Т3 это не упадет, всегда МТУ могут отойти. Учитывая их вижн-контроль в вражеском лесу. Не очень понятно пока как химико-технологический университет будет возвращаться. Защищает. Защищает свою базу РХТУ. Последнюю сторону они в обиду не дают. И сейчас как раз таки меньше базы, больше фарма там у Изриаля и у Рэйзай появляется. Это по три слота. И цепляр здесь АМСина. Могут его забрать. Опустошающий удар. Неплохой подкинул Маргану. Блэк щит пока находится на Олафе. Прожимает Рагнарек. Но ничего особо не сделал. Щит Дюрана тоже пока не по кому-нибудь зашел. У Гнар сейчас будет. Гнар запрыгивает с мегаформой. Застанет кого-нибудь. Станет только Сиджуаня. Но еще, кстати, неплохой стамп из Реали пошел. Но сейчас Гнара заберут. Из Реали настреливает. Райс тоже наяривает как надо. Хороший спеллфлюкс. Зашел по троим. Забрал здесь он еще одного. Но в итоге Олаф, конечно, добивает его. Он вообще неплохо. Гарус заметил. Хороший контроль сдал. Появление героя на отступление. По Аликсу прыгает вперед. Околи Нейшн. Не смог он забрать Аликса. А Аликса добивает. Пассивка как раз таки. Сиона и Спириту. Здесь Гарю может забрать. А может и не заберет. И в итоге Багетик. Багетик. Герой команды МТУ. Он остается единственным в живых. Сможет он закончить эту игру или нет. 25 секунд. Райза. Это ближайший герой, который сможет базу дефить. Нексус вышки есть. Подходит очень много крипов с двух линий. Поэтому сейчас вышки будут падать быстренько. 15 секунд. А Севен-Джин. А первая Нексус вышка падает. Вторая начинает проседать. Половина здоровья у нее. Севен-Джин успеет или нет. 5 секунд остается. Багетик очень в таком, знаешь, лайт-темпе. Лайт-темпе работает по вышкам. Начинает по Нексусу бить. Но там 2 секунды райз. Поэтому нужно отступать Багетику, чтобы здесь не встрять. Потому что там резнулся барон. Поэтому МТУ сейчас могут смело рвануть на барона. И пойдут ли РХТУ драться на этом бароне? Это мы уже посмотрим. И учитывая ситуацию, как все началось. Потому что вначале все-таки Браун подстелился. И как бы кажется, что в этой ситуации прямо все. РХТУ драться не могут. Из этого они выжили прямо совсем максимум. Потому что заберстили одну цель с другой. То есть прыгает Гнар. Сразу на Гнара переключили. Заберстили Гнара после этого. Точно то же самое сделали с Марган. И то же самое сделали с Оуфом. В принципе все неплохо. Было вплоть до момента, когда Редемшн рандомно не залетел. И не дал в итоге Багетика там забрать. Вот здесь вот неплохой был еще сплофлюкс, который Марган забрал. И ультимейт от Сион был неплохой. Но в итоге не задалось. И потеряли не только проиграли Teamfighter 5-4, но еще и 2-3-4. Потеряли, что самое главное. Потому что вчера мы видели, как Каманчи, например, попадает Байдинг здесь по Спиритусу. По нему начинает играть. И в итоге здесь подходит Брагус. Он неплохо на себя берет фокус. Танкует, впитывает урон. Но там какой Гнар опять хороший. Как же так? РХТУ постоянно возле стенки все в четвером стоят. И там прекрасный ультимейт. Гнар сдается. Венжин, конечно, пытается выйти. Но там 5 игроков. Команда МТУ. Хоть они и просажены. Но если Венжина здесь отпускать не хотят. Кирпич попадает по нему. Олаф сейчас кинет топор. Топор не попадает. Но Бумеранг попал по нему. Но это все равно конец игры. Потому что 4-0 размен. Сейчас просто заходит МТУ на базу. И заслуженная победа. Потому что, несмотря на то, что вначале потеряли несколько убийств. Но после одного убийства вначале потеряли первую кровь. Но после этого захватили преимущество на верхней линии. И на нижней линии Галлио сместился. Захватили там преимущество. Забрали объект. Все нейтральные. Вижен отличный. То есть играли прям как команда уровня Лиги Претендентов. А не как какая-то университетская команда. Которая просто собралась попробовать выиграть Судгильди. Я бы еще сказал, что РХТУ на самом деле сами начали форсить тогда, когда не нужно. То есть есть Галлио. Зачем вы прямо пытаетесь на нижней линии что-то разыграть? Да, конечно, хочется остановить этот вот фарм Кейтлин фришный. Когда она просто пушит вашу линию. Но в Израиле все было прекрасно. Он по фарму не особо отставал. Поэтому стоило там Райзу запушить линию что-то такое. И только потом уже пытаться... Нет, эти два убийства еще ладно. Эти два убийства были нормальные. Они, понятно, что выбили много Сион, который потерял много на топе достаточно. И провалился в итоге в минус 50. Но вот то, что было потом, после этого это довольно грустно. Когда вот башню они потеряли. Когда втроем просто умерли там. И после этого уже сложно было играть. Потому что особого сплитпушера у вас нет. Который Гнару мог бы отвечать. Сион уже сильно проиграл. Дисанфайр, наверное, был все-таки не тот выбор, который хочется видеть. Но в итоге защищались они неплохо. Кстати, учитывая то, что отставали прям довольно сильно. Защищались неплохо. Но вот надо бы вот начало игры немного подшлифовать. Да, потому что драки-драки были неплохие. Они постоянно разменивались иногда даже очень хорошо. И видно было, что знают, как чемпионы работают. Вот стоило просто предметов нафармить. Вот в этом как раз таки такие чемпионы, как Райзы и Израиля, они слабы. То есть вы заинициировали в ранней стадии что-то. Не получилось, вы отстаете. Пока вы фармитесь уже. Уже у вас все плохо. Поэтому, дорогие друзья, обязательно мы сейчас уйдем на перерыв небольшой. И после перерыва МТУ и РХТУ второй матч, возможно, будет последний. А возможно, это будет камбэк от РХТУ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Вася. В игре он известен как Дед Миньон 95. В последнее время Вася обзавелся кучей внутриигрового контента и постоянно веселится, играя премейдом со своими друзьями. Как ему это удалось? Вася пригласил новичков через программу «Пригласи друга» и получил 50 хэкстэковых наборов. А все его приглашенные друзья по 50 чемпионов на месяц. И не только. Будь как Вася. Приглашай новичков в игру и получай ценные награды. Подробности о программе тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА